Роман Плотников проверяет дни воды дважды в день, на рассвете и после обеда. Невозможно предсказать, когда именно рыба попадет в сети. Мужчина занят в прибрежном лове, ему не нужна лодка и хорошая погода. Достаточно водонепроницаемого спецкостюма и собственных сил, чтобы доставать рыбу, а затем сдавать ее на переработку. Прибрежный лов, все в костюмах, на лодках большие ставки ловят. Мы так ловим руками, можно так сказать. Другие рыбаки выходят в море на деревянных кунгасах. Такие лодки не отличаются большой устойчивостью, но могут взять на борт солидный улов. Ориентируются по погоде и стараются идти на промысел только в штиль. Даже метровая волна может быть опасна. Поэтому, когда небо над татарским проливом затягивают тучи, рыбаки пережидают непогоду на берегу. Занятий здесь хватает, нужно проверять технику и готовить неводы. Раскалывают дель, размеряют, расчерчивают и сшивают это все. Потом навешивают балберы и все как бы. И невод готов. Промышленники начали добывать сюек с начала апреля. Для этого организация обустроили несколько десятков станов на побережье. Один из них уже добыл 100 тонн мойвы. Выходить на промысел ука можно только по лицензии, а вот нарушителям грозят серьезные санкции. Так, один из местных станов уже лишен права добывать рыбу на весь предстоящий сезон. Что же до законопослушных рыбаков, в день в Тамаринском районе они добывают от 20 до 40 тонн мойвы. Надеемся джек-пот поймать. Тысячу тонн. Это, конечно, в мечтах, но посмотрим. Все бывает. Хватает на берегах Татарского пролива и рыбаков-любителей. Местные жители стараются пополнить запасы уйка самостоятельно. А участники Большой Путины отправляют улов на реализацию в другие районы области и города России. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Телькомпания ОТВ.